Вот он скелет. Нажимаем оживить. Благодаря сочетанию современных технологий и исторических артефактов буквально на глазах оживает главный хищник экспозиции «Древний мир» – пещерный медведь. Это новый жанр для краеведческого музея – уход от классических витрин к демонстрации своего рода сокровищ с эффектом присутствия. При этом у каждого экспоната своя история. Так полноценную модель неандертальца изготовили в Новосибирске. Рядом кости его прототипа, которую нашли около 40 тысяч лет назад в самой северной точке региона, близ села Ундеры. Так как мы взяли такой большой временной промежуток от Девонского периода и до Каменного века, то есть весь такой древний мир рассматриваем, Например, самым ярким, крупным и вообще ценным экспонатом для нашей коллекции Кровического музея является скелет морского ящера – плеозавра Лусхана Этильского. Его размер более 6 метров, поэтому мы впервые его смогли представить в постоянной экспозиции. Специалисты музея скомпоновали экспозицию с особым шармом. По задумке, плеозавр лежит на дне Древнего моря Мелового периода. Над скелетом расположен большой экран, где изображен ящер в естественной среде обитания еще при жизни. К слову, оборудование удалось купить благодаря нацпроекту «Культура». Об этом сообщил губернатор. Алексей Русский в числе первых увидел диковинные реликвии Древнего мира. Случай представился в Международный день музеев. В честь праздника глава региона отметил хранителей культурного наследия благодарственными письмами. Ваши каждодневные труды позволяют расстраивать диалог между поколениями, между разными народами и целыми странами, развивать взаимопонимание и взаимовоживание. В первых рядах Аркадий Ягуткин, народный художник России и полотна творца, украсили зал, где организовали праздничную церемонию. Персональная выставка включает в себя около 40 работ. Аркадий Ефимович писал их циклами в разные периоды жизни. События, происходящие в это время, и послужили вдохновением. Уверенные мазки и авторское видение передают философский смысл, который мастер вложил в свои картины. Библейские сюжеты, которые говорят и призывают к миру и к добру, очень ложатся на тему о войне, Второй мировой войне и то, что творится у нас сейчас. Выставка будет работать до 16 июня. Параллельно Краевический музей готовит новый проект. Он разместится в зале отдела природы. Новая концепция позволит ярче раскрыть смысл экспонатов, а именно познакомить жителей области с современным биологическим разнообразием.